Сегодня главные обвиняемые по делу о прорыве плотины в селе Кокпекты Карагандинской области заявили о своей невиновности. Следствие окончено и теперь материалы дела передадут в суд. На скамье окажутся трое. Это Аким Кокпектинского сельского округа, руководитель районного отдела ПЧС и арендатор водоема. Людмила Батюшкина выслушала доводы подследственных. Арендатор бывшего водохранилища Владимир Крючков обходит одну из дамб на реке Кокпекты. Он уверен, что именно эта небольшая плотина стала одной из причин страшного наводнения в 2014 году, когда погибли пять человек и были разрушены десятки домов. В этом году весной опять через эту всю дамбу были переливы. И дома подтапливало, которые стоят на берегу. Однако следствие, длившееся почти полтора года, выдало заключение, что маленькие дамбы здесь вовсе ни при чем. Согласно материалам дела, причиной наводнения стали нарушение правил безопасности при укреплении большой плотины на водохранилище. Но ответственность за это несет не ее хозяин, а арендатор водоема, который разводил в нем карпов. Он укрепил дамбу, достроил на два с половиной метра в высоту и заменил столбы, тем самым спровоцировав наводнение. Я считаю, что просто в моей ситуации из меня сделали козла отпущение. Кроме бизнесмена Владимира Крючкова, перед судом предстанут руководители районного отдела по чрезвычайным ситуациям и Аким Кокпектинского сельского округа. Он тоже не согласен с выводами следствия. Я думаю, что я и работники аппарата Акимов, и те люди, которые помогали, заслуживали в тот момент какого-то просто даже внимания, чтобы спасибо сказали. Что масштаб вообще получился не такой, который мог бы быть в целом. Об этом вообще все могут. В материалах дела также есть заключения российских и казахстанских экспертов. В них указано, что плотину прорвало бы и без ремонтных работ. Ведь ее пропускная способность 35 кубометров воды в секунду, а приток составлял 90. Однако на выводы следователей это не повлияло. Сейчас Владимир Крючков ждет результатов еще одной экспертизы. Материалы направлены для ознакомления обвиняемым, пострадавшим и другим фигурантам дела. В интересах следствия они не афишируются. Между тем, сумму ущерба от наводнения оценили почти в 1 миллиард 400 миллионов тенге. И если подозреваемых признают виновными, то им грозит не только лишение свободы, но и компенсация ущерба. Ни одна плотина не могла бы держать такой приток воды. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.